Приветствуем вас, дорогие зрители, вы на канале Анапчане. С вами Максим и Наталья. Джимотэ, курорт Анапа, вечер 3 августа 2023 год. Джимотинский проезд. Здесь у нас, видите, тусовки. Рядом с выходом уже непосредственно на пляж. Температура воздуха сейчас около плюс 28 градусов. Сегодня в пик солнечной активности была жара до плюс 33-30. Четырех градусов, и это, в принципе, еще не предел. В ближайшие дни, наверное, будет в пик солнечной активности в реальных условиях где-то, наверное, градусов 37-38. Что скажешь, Наталья? Наверное, не знаю. Многие люди сейчас уже идут с пляжа, но ввиду того, что погода классная, ничего не мешает оставаться на пляже еще некоторое время. В принципе, еще закат не состоялся. Еще примерно час до заката, и можно прекрасным образом находиться на пляже. Что у нас тут? Желтые флаги видны на спасательных постах. Купание разрешено. И мы сегодня приехали в ЖМТ, чтобы найти чистое море, да, и искупаться. Да, попробуем. Сейчас как раз-таки вдоль почти всех песчаных пляжей Анапы, начиная центрально через пляжи Пионерского проспекта и аж до Витязева, до крайних пляжей Витязева. Сейчас много тины нам на большом количестве пляжей. И вот мы хотим найти чистое море, чистый участок пляжа, чтобы там искупаться. Ну что тут у нас с морем? Ну, на первый взгляд, почище, чем на центральном пляже, да? Ну, в вечернее время найти чистую водичку в море, не знаю, сложно. Так, и куда мы направимся? Теплая вода? Теплая. Давай сначала туда пройдем, в сторону ЖМТ, в сторону первого проезда. Посмотрим, что там происходит у нас. Видно, достаточно много древесного мусора, да? Как его недоубирали после шторма. Ну, то, что было сразу после шторма, конечно, для него гораздо больше здесь было. Сейчас мы немного пройдем. Если там мы не увидим чистого моря, то мы пойдем в другую сторону, да? В сторону Анапы. Ну что, в этой стороне тоже водоросли. Смотрите, даже такие участки есть. Вообще неприятные на вид. Тут пластиковый мусор. Так что мы пойдем в другую сторону. В сторону Анапы. Вот к тому большому причалу, посмотрим, может быть, там почище водичка. Вообще нужно понимать, что за день в этом море искупалось очень много людей. И оставило после себя... Что-то. Много всякого. Да. Подкожное осало, крема, сопли, слюни. Ну, вот, допустим, да, люди загорают прям после загара. Каждый раз же он уже смывает. И совершенно очевидно, что вечером море в тех местах, где активно за день купаются люди, оно не может быть по определению чистым. Поэтому нужно вечером ходить в те места, где за день проходит поменьше людей. Да. Ну и, в принципе-то, самое чистое море можно найти именно с утра, да? Когда оно за ночь успокаивается. Да, это абсолютно точно, что самое чистое море. Это с утра, потому что за ночь море, можно так сказать, очищается. Но мы сейчас покажем наглядно, что и вечером тоже можно найти чистые прикольные участки, да? Ну, то есть, да, нужно понимать, что если хотите чистое море вечером, то нужно отходить от вот таких вот центральных выходов на пляж, как типа Джаметинский проезд, как мы сейчас вышли. Да. Так что приготовьтесь ходить вечером. Представьте, что вы совмещаете поход на пляж с непринужденной прогулкой вдоль самого побережья, вдоль кромки моря. Ну, здесь видно то, что убирались, видны вот эти борозды от тракторов, видно то, что здесь водоросли есть, но многие из большого количества вроде бы как было убрано. Я думаю, это видно следы работы блогеров, которые говорят про Тину, про то, как она портит отдых в Анапе, да? И, получается, прислушиваются руководства, и арендаторы пляжей. Да, и уборщики начинают реагировать такие, да неужели, опять Тина, и поехали убирать ее. На самом-то деле стараются на многих участках пляжа убираться регулярно. Вот вопрос, насколько быстро вверх убирается, насколько качественно. Но вот, судя по этому участку пляжа, можно сказать, что, в принципе, ну, заметно то, что здесь убирается. Здесь в водоросли Тина убирается. Прямо-таки заметно. Вот мы уже чуть отошли от самого многолюдного места. Здесь людей на порядок уже меньше, и вроде как море, да? Тоже здесь почище. Да нет, оно мутное. Что ж ты не видишь, оно мутное. Но здесь еще и вкрапление всякого мелкого мусора, там вот пластикового, мы увидели мусор, мелкие веточки какие-то там. Так-то да, смотрите, прибой. И это мутит. Ты ближе подходишь и понимаешь, что оно по-прежнему мутное, да? Ну, еще медузы, кстати, вот. И люди, кстати, вот выбрасывают медуз, которые плавают возле берега, чтобы они не мешались плавать, их выбрасывают на берег. Ну, может быть, это уже погибшие медузы. Вот загрязненный участок. Грязнее, чем рядом прилегающие. Вот здесь вообще трэш на этом участке, смотрите. Вот, кстати, видно, на каких участках пляжи убираются, на каких участках пляжи не убираются. Прямо очень заметно. Почему-то вот на этом именно участке кто-то проспал, не убрался, проигнорировал. Вот у нас выход на золотистый проезд. Вот здесь на этом уровне, смотрите, мало людей, как... Вообще, конечно, когда люди едут в Анапу, когда планируют свой отдых, ведь это же десятки, иногда даже сотни тысяч рублей стоит отдых, допустим, вот для семьи, чтобы приехать в Анапу. Ведь люди, когда едут, они представляют совсем другое море, потому что, да, там прозрачная, чистая водичка, то, что... Ну, надо же понимать, что они же не одни такие умные, хотят отдохнуть в Анапе. Куча людей приезжают. Почему такая ситуация? Почему такие изношенные пляжи? Мусорные, море такое измученное. Из-за такого большого количества людей, из-за большой антропогенной нагрузки. Да, и причем эта антропогенная нагрузка, во-первых, непосредственная, то, что вот... Вот сколько уже, наверное, в этом году уже больше двух с половиной миллионов человек в Анапе отдохнуло. Наверное, уже к трем приближается. И то, что вот непосредственно люди смывают со своих тел на пляже, плюс у нас же система очистных сооружений, ведь сейчас пиковые нагрузки на очистных сооружениях Анапы. Да, очистные сооружения в Анапе есть, несмотря на то, что комментарии регулярно встречаются, что, видите ли, у вас нет очистных сооружений в Анапе. Вся анализация идет в море. Знаете, есть очистные сооружения. Их, конечно, нужно модернизировать, чтобы они были еще лучше. Но, тем не менее, они есть. Сливается очищенная вода с очистных сооружений. Она сливается в море. И вот эти минерализованные соединения в очищенной воде, они служат подпиткой, опять же, для тины, для водорослей. И море возвращает обратно людям то, что они в него в итоге слили. Пусть и очищенная, но все-таки это же дистиллированная вода сливается. Вот поэтому такое происходит. И вот мы идем уже на участке пляжа напротив Эры. Здесь традиционно минимальное количество людей. Ну, многие люди просто ленятся сюда доходить. Ну, и сейчас мы посмотрим, есть ли здесь реальное преимущество. То, что мы дошли сюда. Или мы ходим вокруг да около примерно одного и того же качества морской воды. Нет тут никаких преимуществ. Нет тут никаких преимуществ. Да. Грязная, мутная, с мусором и водорослями вода. Да. Вот сейчас мы дойдем до вот этого большого причала, который у нас впереди виднеется. Туда, кстати, к этому причалу достаточно часто подплывают дельфины на рассвете и на закате. Ну, вот утром и вечером. Может быть, даже нам удастся их увидеть. И все-таки мы надеемся на то, что мы найдем. Море почищит. Я уже постепенно начинаю мириться, что не найдем. Нет. И вдоль берега, глянь, как мусорно. Да. Вот перебой накатывает, накатывает и мелкий мусор подбрасывает. Ну, это вот теперь завтра рано утром будут уездить, убирать. Да. То, что напребило. Выброшенные медузы. В общем, вот такое качество пляжей. Мы-то что, мы на циральный пляж не пошли, там уже как бы известная ситуация однозначная, что там водичка в море грязноватая, водорослая. А в центральном пляже купаться вот где-то с 5 утра до, ну, максимум до 8 и все. С 5 до 8 и все. Ну, это самая чистая вода достается тогда. Ну, и мы решили то, что если мы выйдем и от Джаматы пройдемся справа влево, ну, в сторону Анапы, например, мы найдем чистая моря. Ну, что-то пока не удается. Я думаю, мы уже примерно километры прошли, да? Наверное. И картина, в принципе, одна и та же. Вот, не только мы ходим, ищем, видимо, чистое море. Видите, некоторые другие люди тоже в поисках. А можно, кстати, еще проходить и спрашивать устречный, да? Скажите, а там чистое море? Причем на уровне Джаматинского проезда море было чище в том смысле, что там не было водорослей. Но просто когда понимаешь вот это количество людей, которое прошло через эти воды за день, ну, невозможно решиться после этого зайти в море. Не могу. А тут как бы вроде как этой самой антропогенной нагрузки меньше, да? Но здесь вот как раз таки вода мутная из-за водорослей. Тем не менее, несмотря на то, что здесь людей почти нет, качество морской воды возле берега здесь ровно такое же самое, что и на том месте, где мы вышли. Это значит, что всякая антропогенная нагрузка, она уйдет такая посредованная. И, кстати, мы сейчас пытаемся применить совет. Если вы вышли на ближайший пляж и там вода в море вас не устраивает пока что, пройдите вправо-влево. Смотрите, как вот это правило сегодня не работает. То есть мы уже почти километр прошли влево, и что-то пока что никаких изменений. То есть у нас реально были надежды, что мы здесь встретим чистое море где-то вот здесь. Но мы сюда, кстати, достаточно часто приезжаем. Мы уже снимали неоднократные репортажи отсюда. Реально во многих случаях здесь мы находили чистое море. Но сегодня что-то как-то не тот случай. и мы продолжаем поиски чистой водой. В принципе, мы так и до Анапы можем дойти, да? Да. Чего тут-то? Вон она на горизонте. О, красота! Во! Красота! Давай, делаем селфи. Богатство Анапское! Да, вот один из плохо убираемых, не убираемых участков пляжа. Здесь, видите, много всякого мусора, водорослей, тины. Заметно то, что все-таки да, реально есть люди, которые идут вдоль побережья ищут чистое море. Кстати, здесь есть редкие загорающие в дюнах на барханах. А мне кажется, сегодня даже дельфинов не видно. Они решили с такой муть не подплывать, да, сегодня к кирсу, к кличалу. Они обычно вот здесь утром, вечером пусят. Они сегодня вообще не видно. Ну да, мутное море не подплывает. Ну а мы с вами идем дальше. Искать чистое море. Но впереди мы с вами видим уже новые залежи тины возле берега. Новые залежи водорослей. Да, вот очередной участок пляжа с кучей водорослей возле берега. И видите, люди все равно проделывают проходы и проходят купаться здесь. Не, ну а что поделать? Если какой-то участок пляжа закреплен за определенным отелем, за определенной здравницей, да, где выдают бесплатные лежаки, ну лежаки, которые входят в стоимость уже собственно размещения отдыха, то что в таком случае делать? Приходится идти на ближайший пляж там, где водоросли, тина и купаться там, да, чтобы далеко не ходить. Ну вот все равно конкретные следы уборки заметны. На большинстве пляжных территорий, как видите, убираются. Это еще один часто задаваемый вопрос в комментариях, убираются, не убираются в плане тины, в плане водорослей. Все-таки на многих участках пляжа убирают водоросли. Вот еще давеча в комментариях был вопрос, а как там море Джимуте сегодня? Приезжаем 20-го. То есть какая разница, какое море Джимуте сегодня, если вы приезжаете через 2 недели? Да. Какое море сегодня мы показали, но... Оно завтра уже может быть иным. Может быть хуже обстановка, может быть лучше, чище море. Даже бывает такое, что с утра чистое море, к вечеру уже нанесет на том же месте пляжа. А к утру опять будет другая обстановка. Да. Поэтому абсолютно не имеет значения, какое сейчас море, если вы приезжаете даже не через 2 недели, а даже через после дня. Вот так вот. Да. Так что следите за обновлениями. И еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Анапчане». Там мы публикуем короткие видео, которые снимают в том числе и другие подписчики, которые отдыхают сейчас в Анапе. И вот непосредственно по этим видео можно сориентироваться и понять, в какой день где самое чистое море можно идти, если вообще такое чистое море есть в пределах песчаных пляжей. Да. Сегодня пока мы не находим такое море. Так что сегодня, пожалуй, мы снимаем опровержение правил «Вы пройдите вправо-влево». и найдете обязательно чистое море. Да. В принципе, мы-то сейчас и до Анапы легко можем дойти. Это столько уже, около 5 километров получится, да, мы пройдем. Ну, от Джаматинского проезда, да, как раз 5 километров. вот, да. Так что вот ради принципа мы, наверное, сейчас пойдем еще чуть дальше. Посмотрите, закат сегодня. Солнышко около закатной облачности входит. Ну, вот вы видите, вы видите, вот на протяжении двух километров от Джаматинского проезда, ну, чуть почище, чуть погрязнее, но суть одна и та же. Вот. Такая водичка. Ну, мы приехали из центра Анапы, хотелось бы, да, водички почище искупаться. Ну, смысл? Ну, вот я хочу еще что сказать. Мы-то живем в Анапе, но мы сегодня не нашли чистой водички, ну, и не расстраиваемся. Завтра найдем, завтра не найдем, послезавтра найдем и так до октября. А люди приезжают на ограниченное количество, ну, на ограниченное время. И, разумеется, я думаю, вот то, от чего мы сейчас воротим нос, большинство отдыхающих нормально. Да. Мы уже дошли до пляжа Ривьера и в принципе да, логика людей понятна. И вот вопрос в том, а захотят ли люди приезжать в Анапу снова. Потому что люди, которые приезжают в Анапу, обычно делятся на две категории. На любителей Анапы, на тех, которые считают Анапу либо самым лучшим курортом, вот в радиусе вправо-влево, там, либо одним из лучших курортов и приезжают уже не первый раз, знают вот такие особенности и могут ездить на разные пляжи. То есть знают куда, какой день, на какой пляж поехать. И есть другая категория людей, которые приезжают, как правило, первый раз и этот первый раз становится последним разом, потому что они приезжают там, особенно если там в какой-нибудь дорогой отель заехали, приезжают напротив, уходят, например, вот такое море веет и говорят, что за ерунда, мы столько денег заплатили. Ну вот не факт, что это из дорогих отелей такие отдыхающие. Мне кажется, вот люди, которые отдыхают в дорогих отелях, сервис дорогих отелей, наверное, все-таки компенсируют неудачное море. Я вот даже помню тоже такой комментарий встречала, человек писал, что приезжает не из-за моря, а из-за отеля. То есть им не нравится отель. Ну, это, я считаю, все-таки не большинство людей так поступают. Есть, конечно, определенные категории людей, которым нужно именно вот какой-то сервис там и все. Но я считаю, что большинство людей приезжает из-за моря. Что-то раскопали, еле идешь. Да, вот хорошо. Такие борозды глубокие. Хорошо проборонили, да, все здесь выгребли. И вот мэрия курорта там губернатора Костерского края как говорят, вот по-моему от губернатора я неоднократно слышал, что он говорил, что нужно сделать так, такие условия создать, чтобы люди, приехавшие на отдых на один из курортов Костерского края захотели вернуться сюда еще раз. Но вот те люди, которые сейчас пробуют приехать в Анапу после всяких там заграниц, они раз приехали и уезжают, потому что они оправданно считают то, что уровень качества отдыха не соответствует затратам, которые они сделали, которые они понесли вот в результате приезда в Анапу. А в следующий раз они пойдут куда-то в другое место, где лучше относятся к береговой линии, где может быть там меньше всякой там тины всяких обеств на береговой линии. Ну тут видишь, тут неоднозначно, я же повторюсь, что вот такие затасканные пляжи Анапу из-за чего? Из-за такого большого количества отдыхающих. Очень большое количество отдыхающих. И еще важен один момент, то что люди, приехав в Анапу на такие пляжи, вот на песчаные пляжи, они реально считают Анапу именно то, что в Анапе песчаные пляжи. Но есть у нас в Анапе еще сухо, утриж. Ну не маленькие. Маленькие. Слушай, но анапские пляжи славятся чем? И это действительно эксклюзивное предложение на территории России. Это продолжительность этих пляжей. Смотрите, мы уже сколько с вами идем, идем по пляжу и там еще можно идти и в ту сторону. И если бы мы пошли от Джаматинского в противоположную сторону, в сторону Витязева, тоже можно было бы идти, идти, идти. Какой курорт на Черноморском побережье может похвастаться такой продолжительностью? Ну любой курорт возьмите. Там или короткие пляжики, узкие, ну неширокие, я имею в виду в длину и в ширину тоже там маленькие полосочки. Да, любой курорт возьмите. Только в Анапе такое обширное пляжное пространство. Ну вот у нас Большой Утреш замечательное место, там отличный гаечный пляж. Ну он маленький. Там очень много людей, особенно в субботу в Воскресенье, когда туда еще приезжают околоместные, так скажем, из Краснодара отдыхающие. В Большом Утреш конечно пляж относительно небольшой, но и вот на других курортах, где доминируют гаечные пляжи, там тоже пляжи-то особо небольшие. Там если посмотреть на эти пляжи, они же не такие широкие, как вот эти пляжи. Они сопоставимы с Большим Утрешом. И Суко тоже, видишь, всячески его там откусывают. Тоже очень маленький пляжик. То есть плотность людей очень большая. Ну еще у нас гаечно-каменистые пляжи в районе высокого берега. Да, и причем это такая неосвоенная территория. Там как бы берег у нас аварийный, да, вот этот высокий. Вот начиная от Малой Бухты, ну вот за пляжем с лифтом. Ну да. И заканчивая Тургеневским там, наверное, спуском, да? Да, Тургеневским спуском. Там же есть предупреждение осторожный коммунипад, опасный. И это тоже продолжительная полоска пляжа гаечного, каменистого. Но находиться там как бы не рекомендуется. Там обвалы могут быть с высокого берега. Да. То есть берег не укреплен и опасен. Да. Вот если бы там можно было бы вот что-то сделать, таким образом можно было бы увеличить в черте города протяженность пиаличных каменистых пляжей, где никогда не бывает тины. Да. Это немаловажно. Но я думаю, это дело будущего. Там у нас еще набережную никак не начнут продлевать. То есть укрепляется берег, лифты делаются, разумеется, лифты. А то у нас лифт один всего на курорте Анапа. В районе железобетонного пляжа, но это район Малой Бухты. Ну, это вообще, конечно, это не то, что дело будущего, это дело далекого будущего, потому что, разумеется, люди, прежде всего приезжают в Анапу из-за песчаных пляжей. То есть камни не в приоритете. Ну, да, если люди едут в Анапу, то большинство камни не в приоритете. Но некоторые, судя по комментариям, все-таки приезжают и на гаечные пляжи. Что, почище водичка? Нет. Нет? Это уже у нас тут тополийный проезд. Да. Тополийный проезд, это может сколько? Примерно 2,5 километра прошли. Я думаю, нет, наверное, 2,5 будет на уровне 1,5, я думаю, прошли уже. Прошли, да? Следующая у нас там точка кристалл на уровне дефинарии. Вот. Я думаю, мы сегодня так и не решимся, да, искупаться? Нет. Ну, уже и темно. Да, уже темно. Ну, вот, кстати, сейчас тепло по вечерам. Да. Если даже не получается покупаться, то вот так вот в поисках чистого моря можно отлично прогуляться. Да. Надо подышать все равно свежим быть и морским воздухом. Через медной жиры нет, но все равно когда идешь широковат, все-таки вот около 27-28 градусов. Ну, потому что сейчас вот прям как раз такие вот жаркие дни установились, когда даже вот вечером жарко и ночью там что-то около плюс 25, да? Да, обещается по 25. То есть это, в принципе, свежесть свежесть не приходит в темное время суток. Так что прямо-таки до Анапы мы не пойдем, да? Это еще примерно километра два. Ну, я думаю, мы много чего рассказали. Да. я думаю, мы просто до Анапы пойдем в следующий раз, куда-нибудь ближе выйдем, чем к ЖМТ, и дойдем до Анапы. Да. Чтобы этот сегодняшний ролик был не слишком протяженным. Да. Друзья, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые серии сериалов в поисках чистого моря. Да. Очень интригующий сериал остросюжетный. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. С морем, как видите, искупаться нам сегодня не удалось, но у нас изначально были такие ожидания, что мы вот сейчас выедем сюда и получим нечто совершенно иное по сравнению с центральным пляжем. Ну, на самом деле, плюс-минус то же самое. Нужно понимать, ребята и девчата, то, что мы местные жители, как сказала уже Наталья сегодня, то, что ну, сегодня не получится завтра. Легко мы можем пропустить один день. То есть, не получилось покупаться, но ничего страшного. Зато мы вам показали почти три километра побережья и показали вам, что, в принципе, обстановка здесь такая, Аховская, на всех этих почти трех километрах, вот от Джимате в сторону Анапы. Так что, друзья, ставьте лайки, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите комментарии по поводу того, какие больше всего вам пляжи на курорте Анапы нравятся. И, в принципе, я думаю, что в такие дни, когда вокруг на песчаных пляжных локациях Анапы много водорослей, много тины, я думаю, нужно изначально ехать, направляться в сторону гаечных пляжей. Так что, имейте это виду. С вами Максим и Наталья. Все, до новых встреч. Покедова!